Добрый вечер, уважаемые телезрители Живого телевидения! У нас новая литературная встреча. Сегодня будет встреча с Владимиром Исаковичем Бикетовым. Я вас приветствую в нашей студии. И сразу же задаю вам вопрос в лоб. Я, правда, не знаю точно вашего возраста, но мне интересно не это, а вот когда вы начали сочинять? Значит, с очень раннего возраста меня совершенно захватывала ритмическая речь. Вот это вот, именно это меня захватывало в стихах. И по сей день есть стихи, в которые даже не хочется вдумываться, что там за смысл. Просто вот эта вот мелодия, вот эта вот музыка несет. А попытки были очень ранние, которые, естественно, очень рано и кончились. Не пробовали в «Пионерскую правду» послужить? Нет, нет. То есть где-то на уровне лет десяти. Но потом была долгая пауза и уже где-то лет шестнадцать. Причем толчком, конечно, послужила книжка Есенина. Дело в том, что он ведь в советские времена очень много лет не издавался. Да, запрещен даже был. Вот. Ну, там насчет запрещен не знаю, потому что... Я все точно знаю, потому что мне моя мама рассказывала, как они там в школе еще участь, под партами пряча, на листочках переписывали, за это могли наказать. Вполне возможно. Но я все-таки жил несколько позднее, чем... Ну, так, ну, естественно. Да. Так вот, первое издание после войны. Небольшая совершенно книга по объему с березками на обложке. Очень небольшая по объему, но, тем не менее, захватила, и как-то снова я к этому вернулся. Но дело все... И с тех пор уже почти не переставая. Могу еще одну вещь сказать. Очень мне повезло в том, что... Не знаю, каким образом и откуда, но в моем доме была еще довоенная, там, 30-х, может быть, даже 20-х годов, школьная хрестоматия, где была очень большая и интересная подборка стихов Блока. Там же был Брюсов, который совершенно показался мне сухарем, и никак. Там в две полосы это хрестоматия была, на печатной стихе были, да? Сейчас я уже не помню. Толстая такая книга. Ну, толстая страница на 500. Мне тоже она попала. Вот, но там был Соловьиный сад, там была незнакомка, там было много. Да-да. Вот, потому что, когда я уже учился в 10-м классе, у нас ничего, кроме 12-ти, не было. Ну, с Киевом, конечно, было. Конечно. Вот, так что, вот это, опять же, очень здорово меня подтолкнуло. Жил я в очень таком, сугубо пролетарской, конечно, среде, в частности, вот, мои ровесники, например. У нас во дворе, правда, мало ребят было, но большая часть быстренько просто умудрилась сесть в тюрьму. Вот. То есть, совершенно ниоткуда не следовало и никак не должно было быть, что я должен был бы этим увлечься и заниматься. Но как-то это вот тлело, жило в армии, когда я служил, меня в 57-м году призвали в армию. Оказался парень с Украины, который заочно учился в Киевском университете на филфаке. Вот в его учебнике я заглядывал, он тоже пробовал писать стихи, так, чтобы было с кем говорить, и, так сказать, вот, было что читать. Он как-то очень ловко договорился с начальством, его даже отпускали сдавать сессию, потому что рядовых не очень-то отпускали. Вот. Так что там, я помогал... Это просто уникальный случай, да. Я, как-то там, помогал ему писать курсовые, копался в этой филологии, очень, конечно, было любопытно и занимательно. Вот. В 60-м году, когда я дембализовался, я нашёл литобъединение при газете «Московский комсомолец». «Московский комсомолец» был тогда на чистых прудах. Знаете, где, да? Да. Вот. Там до конца 60-го года, может быть, даже немножко дольше, руководил такой был поэт Марк Максимов. Внешне очень импозантный человек, но стихов его я совершенно не помню. Он автор одной из песен, которая часто во время войны звучала по радио. Там были две похожие песни. Одна была такая «Ой, туманы мои растуманы», а другая была «Шумел сурово брянский лес». Тоже известно. Да. Так вот, одно из них написал Марк Максимов, слова одно из них написал Марк Максимов, а другой – Анатолий Сафронов. Да, понятно. Но какой, какой, я, естественно, не помню. Вот, вот он руководил объединением, конечно, я был совершенно дикий там человек, во-первых, очень книжный, я просто считал, что вот так написано, вот надо пробовать так. Вот, и, конечно, когда я напросился на обсуждение, то мне устроили очень хороший погром. Именно за книжность, вот, за то, что, за подражательность. Вот. Мне кажется, что это было не за книжность. Именно за книжность. Почему вы так уверены в этом? Ну, потому что говорили в русском. Я тоже пытался проанализировать это уже задним числом, когда вот все эти объединения исчезли при Союзе писателей. И мне пришло в голову совершенно другое. Мне пришло в голову, что все-таки осуществовала некая изначальная лояльность, которая была известна о человеке еще до того, как он поступал в ЛИТ-объединение. Вот это вот уровень лояльности, вот все остальные, вот можно было быть либо лояльным, либо всем остальным. А все остальное, это было под подозрением, и оно всех давили любым способом. Нет, нет, в данном случае, вот было именно то, что я говорю, просто. Да, может быть. Просто у меня ведь не было среды обитания, не у кого было, вот, не было возможности... Вы не были членом партии. Нет, ну что вы. Наверное, комсомольцем были. Комсомольцем был, да, комсомольцем был. Но на это мало обращали внимание. Ну, конечно, вот. Короче говоря, значит, после этого ушел Марк Максимов, но редакция газеты все-таки предоставляла помещение, и люди просто по инерции еще несколько лет собирались, хотя это дело потихонечку, естественно, затухало. Но, тем не менее, вот, пребывание там все-таки натолкнуло меня на мысль, что я действительно ничегошеньки не знаю о поэзии. У меня возник просто комплекс недоучки, и я бросился... Несколько лет я читал только поэзию, но в те времена, вы знаете, что издавали, еще оттепель, как таковая, не началась. Хотя даже в то время существовал сам издат? Я совершенно о нем ничего не знал. Есенин Вольпин в то время? Есенин Вольпин я всего один раз в жизни видел, совершенно случайно. Об этом можно потом сказать. Но это ничего интересного нет, потому что просто... Ну, я потом расскажу, ладно. Просто мы уйдем в другую сторону. Вот. И я бросился просто читать. Я просто вот... При этом я настолько, видимо, был нетворческим, малоэнергетичен, скажем, условно, что зачастую после того, что я что-то такое там любопытное или, как мне казалось, интересное прочел, мне просто хотелось попробовать так же. Да. Это вы встали сразу на неправильный путь. Но, тем не менее. Вот. То есть... Ну вот, то есть... И, кстати, этот комплекс недоучки, по правде говоря, и до сих пор я не исчерпал, не изжил. Вам бы режиссером стать. Вот для режиссера иметь комплекс неполноценности – это нормально. Не, не, не... Это не полноценности, это именно недоучки. Так что-то все равно. Вы чувствуете некое... Ну, некое неполноценность, да, я понимаю. Вот. Короче говоря, значит... Ну, к счастью, опять же, знакомство с некоторыми людьми, разговоры... Какого вы имеете в виду? Ну, и своих друзей. Ну, например, сейчас есть такой поэт Алексей Алексеевич Королёв. Автор... Ну, в советские времена три книги издал, причём первая достойная вполне, вторая послабее, как он сам говорил, из отходов первой. Спустя некоторое время он издал третью. Это, на мой взгляд, очень хорошая заявка на памятник. И уже вот в наши времена, вот в этом же издательстве... Каком издательстве? Предлог. Предлог, да. В издательстве Предлог. Ещё вот он издал книгу. А можно? Да. Зашла речь о книге? Это моя книга. Да. Вот у Владимира Исааковича Бекетова вышла такая книга, в издательстве Предлог «Долгая осень». Название симптоматичное, и во многом отвечает содержанию книги. Со словом «долгая», но я не знаю, это в переводе, только у Стейнбека, по-моему, была «Долгая долина», «The Long Valley». Но со словом «долгая» я не встречал книг, вот кроме той книги на английском, Стейнбека и вашей. Вот ещё один повод для комплекса недоучки. Я совершенно не знаю языков. В те времена, когда я в школе учился, безобразно плохо преподавали язык. В техникуме я учился, там тоже языка не было. Я попробовал учиться в институте в Заочном, но там, правда, пришлось сдавать тысячи, но... Тысячи чего? Знаков. А, тысячи знаков. Знаков. Да, то есть какие-то тексты. Смутно вспоминают, да, было. Да, тексты. Значит, ну, поскольку на первом курсе не цеплялись, потому что вообще надо было по политическим газетам или по научному тексту сдавать тысячи, но на первом курсе не цеплялись, и я просто набрал сказок для внеклассного школьного чтения и по ним сдавал. Так что сослуживицы молодые, у которых, опять же, были маленькие дети, просто просили записывать их, чтобы им было, что рассказывать детям. Да, здорово. Да, это было интересно, тем более, что одна из них очень занимательная оказалась. Это адаптированный текст, был такой австрийский писатель Музеум, и у него книга-сказок, которая называлась «Легенды о Рюбецале». Есть такой горный массив в Австрии. И там были очень приятные сказки, так что женщины были довольны. Вот, значит, так вот, но здесь я еще хотел бы вот что сказать. Все-таки не случайно, вот то, что в советские времена там поэты, писатели зачастую там работали истопниками в котельных или на каких-то таких вот работах. Такие не назывались поэтами в советское время. Ну, я понимаю. Это котлотериат, кочегориат. Нет, нет, нет. Ну, вы, наверное, король кочегориата, да? Нет, 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 нет. Ну, как же нет, ну, что вы отрицаете? Вот среди всех, кто мне был знаком в течение моей жизни, людей, принадлежавших котлотериату и кочегориату, вы единственный, кто профессионально этим занялся. Вы трубачист. Нет, значит, это все, вот я как раз хотел сказать. Дело все в том, что любое искусство, да и не только искусство, видимо, любая творческая профессия, и наука тоже, по крайней мере, некоторые разделы науки подозреваю, так же, как и спорт, это образ жизни. Да, наверное. Спорт – это образ жизни, в результате которого должны получаться мировые рекорды или там победа на ринге. Да. Вот, а поэзия – это образ жизни, в результате которого должны получаться стихи. Вот хорошо бы все, кто сочиняет стихи, так думали. Ну, это другое дело. Значит, так вот, именно поэтому человек, который 8 часов проводит на службе, не может быть поэтом, по моему, глубокому убеждению. Вы знаете, не факт. Ну, давайте переберем русскую поэзию, и успешных чиновников, больших поэтов, я знаю только два. Кто это? Это Бенедиктов, он был успешный чиновник и достаточно успешный математик, но при этом он еще и был очень заметным поэтом. Хотя бы как… И второе – это Константин Константинович. Да. Ну, Случевский вообще был российским цензором главным и достиг высот власти. Совершенно верно. Вот это редкий случай. Ну, еще Константин Романов. Тючев или Грибоедов. Вы, они у меня члены, Кантемиры. Значит, насчет Грибоедова, он весь высказался в горе от ума, стихи у него очень-очень посредственные, между нами девочками. Ну, да, Радищев. Ну, то есть, понимаете… Я очень много могу назвать, просто мне сразу приходит в голову очень много. И мне кажется, что это не важно на самом деле. Важно, важно. Вы так думаете? Я убежден просто в этом. Я, наверное, на собственном опыте. Дело все в том, что вот этот вот, ну, некий уровень доступный человеку, который 8 часов служит, и там… Опять же, здесь еще, конечно, приспособляемость человека, вот, опять же, тот вот самый Алексей Алексеевич Королев, которого я помянул, он как-то сумел со службой договориться. Кроме того, он человек ночной, он худшие свои часы проводил на службе, а ночью мог писать стихи. А я ярко выраженный утренний, я в то время, когда надо писать стихи, проводил на службе. Вы знаете, я, конечно, не хотел бы вступать на эту тему в спор, просто мне кажется, что это не совсем верно. И мне вспомнился случай, такой замечательный был психолингвист и филолог Ильянович Горелов. Человек года, человек мира там и многое, сейчас уже покойный. И вот однажды я с ним в разговоре упомянул, не помню, о чем был разговор, я упомянул о некоем таком распространенном в психологии явлении о том, что вот с маленькими детьми нужно, когда с ними говоришь, нужно только делать одно дело. Вот, например, вот если раз спрашиваешь его, как ты вчера ходил в зоопарк, то не надо это делать, когда он зашнуровывает ботинки, потому что он может рассказывать вечно. И мне на это Илья Наумович заметил резонно, что это зависит от ребенка. Так вот, мне кажется, что все вот такие вещи, которые мы проецируем по большей части или на всех, они несправедливы. То, что может делать один человек, не может делать другой, и здесь нет правил. Значит, я с вами согласен, что человек настолько сложная и разнообразная машина, что действительно общие правила трудно подводить. Да, я согласен. Поэтому я могу сказать о своем опыте. Значит, ну, я проработал, значит, с 60-го по 81-й год инженерствую. Я был плохим инженером, потому что я только кончил техникум, без образования было достаточно трудно, хотя по молодости лет, по молодой такой вот лихой нахальности можно было все попробовать. Но в 81-м году так повернулась жизнь, что я ушел в рабочие. Я, значит, ну, можно рассказать даже историю, как я наткнулся на свою сегодняшнюю работу. Трубочистом вы имеете в виду? Да, трубочистом. Да, это редкий случай. Слушайте, это совершенно сказочная ситуация. Поэт-трубочист – это сказка просто. Значит, это тот редкий случай, когда добро было не наказано, а окупилось добром. Да, да. Вот. Но я не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Главное, что я потерял в деньгах, но зато я очень… я стал свободным человеком. То есть, я делал свою работу и мог уйти. Я зачастую вдвое дольше ехал до рабочего места, нежели я проводил на работе. То есть, работа была грязная, зачастую опасная, тяжелая. Но при этом зачастую я ее делал за 40 минут. Да. И время освобождалось? Я стал ходить на выставки, читать книги, ходить в бассейн. То есть, ну, и вот тогда только стихи как-то стали получаться. Да. То есть, изменился образ жизни. То есть, я, конечно, еще очень долго рос, потому что это вот третья попытка, вот эта книга. Две по независимым от меня. Должны были получиться, но не получили, не сработало это дело. Но Господь Бог, видимо, знал, что делал, потому что даже в этой книге я вижу массу недостатков, а те были еще значительно слабее. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, что поэзия – это образ жизни, в результате которого должны получаться стихи. Но это несомненно. Вот. Ну, вот все, собственно. Что еще? Вы знаете, ну, да, есть некая такая жизненная драматургия, которая приводит некоторых людей к сочинению стихов. И вот к этому образу жизни. Я-то думаю, что это не только образ жизни, но стиль мышления. Ну, это несомненно. Это скорее... Хотя жизнь тоже имеет к этому прямое отношение, потому что, как однажды Александр Шишкин правильно заметил, нужно для некоторых высказываний иметь право. Это обязательно. Это обязательно. Поэтому это не то, что стиль жизни, а это некая стезя, что ли. Кремнистая. Стиль жизни может быть разный. А вот путь, который проходит человек в жизни, он для поэта очень узкий. И там, как мне кажется, нету особых отклонений. Вне зависимости от того, служит он, не служит он. Это не имеет большого значения, потому что вот эта стезя, она в основном зависит от стиля мышления, от этики этого человека и от его общих гуманистических воззрений. Хотя он может в этом себе и не отдавать отчёты. Это я понимаю. Дело в том, что, конечно, конечно, человек должен быть и поэтом, и нравственным человеком, хотя, опять же, очень многие и поэты, и большие писатели отнюдь нравственными людьми не были. Знаете ли, вот я не верю в то, что в безнравственность хороших поэтов, потому что у нас о нравственности судят по распространённым моделям полового поведения. Или же игры в карты. Или же, да, вот как толстой американец заметил Пушкину на его эпиграмме, где он на нём сказал, что он на руку нечист. Это Грибоедов сказал, кстати. А о толстом американце? Нет, это Пушкин, эпиграмма. Нет, ну, ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку с ослом был, вернулся ли у там и крепко на руку нечист. Это монолог Репетилова из «Горе тума». Вот не помню подробностей, но помню, что толстой американец ответил на это, что он сказал, что взятки не брал никогда. В картах, может быть, и плутовал, но взятки не брал. Ну, Александр Сергеевич тоже не брал взятки. Потому что, иметься в виду, это... Ну, да, я понимаю, но дело в том, что просто нельзя литературного героя отождествлять с прототипом. Ну, не знаю. С некоторых пор это вошло в моду, и сейчас... Ну, это другое дело. Это... Люди ищут лёгкого пути в литературе, я понимаю. Как мне кажется. Ну, даже не лёгкого. Это во многом зависит от общих установок общественного развития, которые всегда, это же всегда было, они всегда сбивают с толку в каком-то смысле. Потому что они находятся в другой области и для другого предназначены. А то, что касается поэзии, у поэзии есть свои правила, которые веками существования этой области человеческой нравственности они не изменялись, насколько я понимаю. И они всегда соответствуют сами себе от с изрождения до наших дней. Поэтому, с одной стороны, вот вы рассказываете, это очень интересно, о том, что вы недовольны третьим вариантом книги, который оказался опубликованным. Частично. Частично. Частично недовольны. Но когда я читал книгу, у меня сложилось впечатление, что я это понимаю, хотя я не разделяю этот стиль литературы, но на меня он производит впечатление. И мне, и я вижу, что здесь проделана большая работа. То есть работа, творческая работа проделана. Очень трудно написать было такую книгу, насколько я понимаю, просто по той причине, что она, по своей сути, она очень близка к социалистическому реализму. Вообще к реализму, вот так скажем. К реализму, социализм ни при чём. Вот если рассматривать те декларации, которые делали нам так называемые мэтры от литературы, партийные, работники... В школе я их принимал за чистую монету. Если всё это принимать за чистую монету, то, собственно, ничего плохого не говорилось. Это приводило к другим последствиям, но мы можем это игнорировать. Вот если я представил себе человека, который честно всё это воспринял и пытался это же в чистом виде представить, в виде поэзии, только вот тогда получается вот такая книга. Я не думаю, чтобы это так было. Мне показалось, что это просто уникальная книга, где по честному переживанию времени было представлено в самых, возможно, простых и доступных формах. Да, но это к социалистическому реализму никакого отношения не имеет. А один из параметров социалистического реализма был народность и доступность всем литературы. Значит, насчёт народности и доступности... Ну, так в вашей книге является образцом этой народности. Ну, может быть, я не знаю. Хотя один момент в ней не соответствует, конечно. Потому что, несмотря на то, что вы с детства говорите, что вы любили Есенина, но вот этой песенности... Нет, ну, это от Бога. Это уже от Бога. Ну, мелос может быть по-разному. Они тоже мелодичны, но они... Не поются, я понимаю, не поются. Это не поются. Нет-нет. Я понимаю. Нет, значит... Дело вот в чём. Наоборот. Значит, я как раз плохо к советской власти относился, но поскольку нельзя было это говорить вслух, то я просто не замечал её. Я просто писал о своей внутренней жизни. Всё. И это тоже такая вот форма протеста. Нет и никакого социализма. Нет, ну, да, я воспринимаю книгу как такой образец духовного сопротивления. Да, совершенно верно. Но сделанный в тех же формах. Ну, форма, Бог его знает. Дело в том, что это так же, как я в музыке. Там, я не знаю, меня обзовут ретроградом или там, я не знаю, кем, но вот с какого-то момента музыка перестала быть мелодичной. После, там, я не знаю, Чайковского, Рахманинова потери мелодии... Я уж не говорю об этом, о попце. Для меня так же и авангард... Музыка Шниткин вполне мелодичная или же тартарианная. Ну, я, может быть, я не знаю просто. Я профан. Я говорю, как вот мне кажется. Так же и в поэзии для меня авангард неприемность, странен. Я просто не понимаю его прелести. Меня, опять же, могут по-всячески там кто-то растопчет ногами, но я не понимаю, почему Хлебников – великий поэт. Я тоже этого не понимаю. Потому что я думаю, что это просто больной человек. Вот. Я не понимаю Маяковского, раннего Маяковского. Я очень люблю, но опять... Вы же покушаетесь на тысячи написанных диссертаций и на деньги, на бренды покушаетесь. А мне все равно. Конечно, критиковать Хлебникова, вас тут же все в рупор проклятые. Вот. Я не понимаю, чем прекрасен Сабгир. Ничего прекрасного я там не вижу. По большей части это глупость. Ну вот. Так же как... То есть, короче говоря... Но это не имеет отношения к авангарду. Это просто соцсад. Это некие акты социальные. Но это никакого отношения к поэзии не имеет. Это вообще не поэзия. Ну вот, тем не менее, в малой серии библиотеки поэта издан Сабгир. И там он... Маулюшко. Да. Издает у нас. Вот. Нормальный совершенно человек Каменский. Ну, пытается... Вы имеете в виду Василия Каменского? Василия Каменского. Пытается... Про самовары которые... Который пытается там подражать птичьему пению Чурлюрлень. Но при этом он пишет более-менее нормальные человеческие стихи. Причем здесь авангарду. То есть, вот меня совершенно простой человеческий язык интересует. Но, знаете ли, тут же есть некая иерархия. Авангарда – тот, кто идет впереди, значит, он находится сверху. И гордо осознавать себя... Или там этот самый... Крученых, напомню. Крученых. Какой он поэт? Что там общего с поэзией? Да. Может, мне кто-нибудь объяснит? Да. Это больше относится к ребусам, к кроссвордам... Совершенно верно. И к прочим развлекателям. Так что самые такие простые вещи. Но ведь вы же понимаете, что большая часть людей в то время были неграмотны. И в то время это могло восприниматься... Им казалось. Да, им казалось, что это поэзия. На самом деле, поэзия – это, конечно, не веки никакого отношения. Ну, вот, короче говоря. И, ну, в общем, вот, есть люди, которые просто закручивают. Опять я не понимаю, ради чего и зачем. Сложность – это другое. Да. Не, ну, специальное накручивание зачастую. Ну, специальное – это как вы отличаете? Специальное – не специальное. Не знаю как. Это, знаете, кому-то задали вопрос по поводу верования истины, верующий не истина. А как узнать? А он ответил, а я не знаю, как я могу сказать. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так что, вот, поэтому вот просто вот, так сказать, как Бог на душу положит. Вот как здесь у меня во вступлении. Ну, у вас не как Бог на душу положит, конечно. Вот. Видна работа над стихами. Но поражает вот такой глубокий лиризм. И, знаете, вот, я вас сейчас попрошу почитать. Но вначале я хотел несколько слов еще сказать. О стихах в этой книге. Я читал еще кое-что, что вы мне присылали на сайт, кроме... Да-да, кстати, там грамматическая ошибка, надо поправить. Да мы ее исправим. Это несложно. Так вот, значит, мне показалось, что в каком-то смысле, кроме стиля, кроме направленности, у вас есть еще какое-то совсем удивительное качество. В ваших стихах почти не присутствуют люди. Ваши стихи натурфилософичны. То есть вы все время находитесь как бы один в окружении природы, своих мыслей, но там нет людей. Это интересное качество и чем-то напоминающее, ну, просто по школьным таким соображениям, какого-то Фейербаха, который философически удалился в деревню и дальше уже не считал больше никаких философов, а только сочинял то, что ему приходило непосредственно в голову. Хотя таких творцов, серьезных очень, существовало не так уж и мало. Многие годы жизни замечательный композитор Авет Тартариан прожил на берегу Сивана, разговаривая только со звездами. Я знаю другие примеры, о которых... У вас же Пшавалов всю жизнь прожил в деревне, раз в год спускался в Тбилиси с мешком стихов. Да. А вообще он был крестьянин, пахал землю. Да. Ну, вот видите, это не имеет очень большого значения, кем он был, крестьянином или же чиновником. Но вот землю пахать, это тоже занимает много времени, профессиональная деятельность и сил. Это точно совершенно. Это как-то противоречит вашей теории, потому что землю пашем, попишем стихи, да? Это, вот это... Вы знаете, Маяковский был невероятно талантливый человек, но, по-моему, не шибко умный. Ну, наверное, да. Возможно, таких артефактов мало оставило. Например, его поэма «Владимир Ильич Ленин» – это просто выдающийся факт глупости и подлости еще к тому же. Видимо, да. Нет, я даже больше... Вот он, например, фраза, с которой начинается его статья «Как делать стихи». Да. «Я поэт, и тем я интересен». Не «Я человек, и тем я интересен». И интересен тем, чем я отличаюсь от других людей. А вот эта фраза «Я поэт, и тем я...» Это... Ну, понятно, что нужно тешить свою, самолюбить так или иначе, если нет других достоинств. Вы знаете, все поэты... Ну, то есть, разные градации бывают. Вот, вы знаете, вот я еду в транспорте и вижу, молодой человек заходит, такой красивый, рослый молодой человек, и у него майка, на которой написано «Я русский». Мне прямо его хочется спросить, а что у тебя других достоинств нет? Да, я бы другой вопрос задал. И давно ты стал русским? Да нет, это неважно, на самом деле. Русский, нерусский – это не имеет большого значения. Но вот это декларировать, как я поэт, вот этим я интересен. Ну, да, я понимаю. Вы знаете, значит, разные могут быть классификации, вот одна из них – все поэты, да и не только поэты, а литераторы – делятся на две категории. Одни, уверены в своей гениальности, уверены в каждом своем слове. И наоборот, люди, которые всю жизнь сомневаются. Нет, вы знаете, уверенность – это не так уж и плохо, сомнения – тоже ничего плохого в этом нет. Но декларация – это совсем другое дело. Я просто, опять же, вспомнил вот те 60-е годы «Московский комсомолец», когда уже Марк Максимов ушел, мы там просто собирались. Правда, видимо, редакционный стукач такой, вот там был Юра Чистяков, он присутствовал все-таки на этих занятиях. Он вел рубрику в «Московском комсомольце» в 60-е годы, была «Уголок графомана». Он из писем вылавливал смешные какие-то, там, крик застрял у ребят в горле, но тут же снова возник в обратном направлении. Вот, он всегда присутствовал. А так, в общем, болтали и говорили совершенно все, что хотели. Даже странно, что вот, ну, нам просто давали комнату раз в неделю. Ну, вы знаете, насчет того, что все, что хотели, я сильно сомневаюсь. Может быть, я все-таки... Ну, бог с ним. Я по другому поводу просто вспомнил. И еще, будучи школьницей, туда одна же пришла Татьяна Реброва, есть такая поэтесса. Я не знаю, жива она сейчас еще? Не могу сказать. Ну, я давно не пересекался, как-то их книг не встречал. Вот. Прошла, она прочла совершенно барабанные какие-то школьные стихи. Ну, люди попытались ей сказать что-то по этому поводу. Она крикнула, вы все здесь бездарь, ни черта не понимаете, и убежала, хлопнув дверью. Представляете, девчонке лет 15 было тогда. Ну, была, видимо, недалека от истины. Ну, хрен я знает. Нет, там были любопытные ребята. Кто-то ушел в литературу, например, Борис Брайнин, такой юморист. Он вот бросил в инженерство. Вот он там несколько лет присутствовал. Обычно мы с ним забивались в угол. И под этот шум, когда ничего интересного... Какого он возраста, приблизительно? Постарше меня немного. Постарше, а Володя Брайнин, это не его художник? Не знаю, нет. Это был Борис Брайнин. Вот. Мы с ним забивались в угол и просто тихонечко играли в шахматы. Когда, черт и что, болтали. Иногда было так невероятно накурено, конечно. И потом мы выходили на улицу в начало 60-х годов. Еще водочку продавали допоздна. Поэтому еще там шли куда-то в сквер. Причем зачастую, когда стакана не было, мы просто покупали батон, отламывали горбушку, выкидывали мякушку и туда наливали водку. Да. Многое с этим вспоминается всякого. Нет, там были интересные ребята, правда. Мне трудно вспомнить кого-нибудь, кто все-таки всерьез вошел в литературу. Ну, а может быть, и вошли... Мы просто не знаем. Может, не хватает сейчас информации о том, что происходило тогда, да и о том, что сейчас происходит. Да. И просто жалко, что это потихонечку выразилось, потому что руководителя не было. Как-то так вот. Поэтому просто шел какой-то такой вот трек. Люди приходили, уходили, и потихонечку это все просто само заглохо. Ну, может быть, сейчас, пока мы не приступили к какой-то новой теме, мы что-нибудь почитаем? Ну, давайте. Давайте почитаем. Вы прочли книгу, у вас что-нибудь специальное. Хотите послушать? Нет? Вы знаете, на меня почти все стихи произвели впечатление. Но они все настолько... Это вот как некая повесть такая, я это воспринимаю, где последовательно рассказывается о каком-то бесконечном, а на самом деле очень недолгом этапе жизни. Вот я это воспринимаю как состояние, которое никогда не прекращается. Праздник, который всегда с тобой. Нет, это очень грустный на самом деле. Грустный праздник, чё ж. Их праздники бывают грустные. Вы их так и назвали «Долгая осень». И это такой редкий случай, когда стихи, написанные уже, вот, воспринимаются, может быть, они в разное время написаны, но такое впечатление, что все они написаны недавно. В разное время. Это почти за всю жизнь. Но вы, вероятно, всё-таки обрабатывали... Ну, конечно. Вот давайте я вам как раз по этому поводу покажу один стишок. Вот. Декабрь. Колхозный скудный рынок. Любимый мной молочный ряд. Там варенец желтеет в крынках, Творог в кастрюльках дразнит взгляд. От этой роскоши молочный, Ведь голод мучит не втерпёж. Я прилипал к асфальту прочно, Резиной латаных подошв. Мороз лютует с позаранку. Раз, отведя от губ платок, И молока, плеснувши в банку, Вздохнула баба. Пей, жидок! И весь продрогший до озноба, Я банку жадно ржал в руке, И сладостно ломила нёба. От мелких льдинок в молоке. Так вот, этот вот жидок Появился лет через десять, После того, как всё стихотворение было написано, Здесь был сынок. Жидок, конечно, сразу же Совсем другой объём дал стихотворению. Да. А почему он появился вместо сынок? Просто вот вдруг, В какой-то момент Просто так вот пришло, И я понял сразу, Как насколько стихотворение Глубже и интереснее стало. Я периодически всё просматриваю, Перечитываю, смотрю. Вот. А я как раз хотел Вот этот вот цикл О военном действии, Вот этот вот лихолетие почитать. Хорошо. Из глубины какого века Смотрю на этот узкий двор. Между домами бьётся эхо, Склонился туполь на забор. Сирены вой, Противно звонок, И ломится издалека Он в грёзы мальчика с просунок В неярком свете ночника. И различает мальчик сонный Сквозь лепестки закрытых век, Что долгой жизнью утомлённый Припоминает человек, Как туполь клонится к ограде, Как вой летит издалека, Тревожа мальчика в кровати В неярком свете ночника. Себя, одетого поспешно, И с неба нудный, Жёсткий гуд соседей, Что во тьме кромешный, В подвал по лестнице бегут. Кстати, у меня очень смутные воспоминания, Но о воздушной тревоге какой-то есть. Правда, не с подвалом, А просто вой сирен, И куда-то чаще, Как муравьи разбегающиеся В разные стороны люди. Вы же в это время в Москве были. Ну, мы в эвакуацию уехали, Но всё-таки начало-то... Ша значит по-еврейски тише. Осень дедушка говорит ша. А мы, два малыша, Бросаем играть и садимся к нему поближе. У него седая, седая борода. И недавно случилась беда. Погибла на фронте старшая внучка Бася. Она сперва училась в десятом классе, А потом была в полевом госпитале медсестра. Раньше все вечера Осень дедушка Тору читал. Тора – еврейская книга про Бога. И нас вовсе не замечал. А если зашумим, Из-под очков смотрел строго. Зато теперь он часто рассказывает нам, Как был сделан самый первый человек Адам. Как Моисей ударил палкой по камню, И получился родник. Моисей такой же старик, Как Осень дедушка. С ним вместе дрался с белыми И был контужен. С тех пор у него дергается нос, Как будто всегда простужен. Вот ему и приходится Даже летом ходить в теплой жилетке. Мы с ним живем на одной лестничной клетке. Когда я вижу Моисея, Представляю, как он палкой бьет, А кругом толпится изумленный народ. Сам он очень старенький, И мне его жалко. Он так тяжело опирается на палку, И когда всматривается, Так смешно щурит глаз, Что как-то не верится в дедушкин рассказ. Хотя немного страшно. А вдруг из-под его палки Вода забьет, И нижнюю квартиру зальет. Хватит или дальше еще? Знаете, вот Ну, почитайте еще. Ну, давайте еще. Значит, во время войны В подъездах горели Синие лампочки, Светомаскировка, Чтобы не было видно. На лестнице лампочки синий, Таинственный свет недвижим, Ворсистый лохматец и иней На стеклах окна, А за ним Затихли раскаты орудий, Сирены пронзительный вой, Расходятся хмуро домой Из бомбоубежища люди. Свет лампы остался в подъезде, И тьма подступила в упор, И засеребрился созвездий Невообразимый узор, Но взрослых суровеют лица, Надрывно вибрирует крик, Разбитый горит грузовик, И рядом воронка дымится. Вот весь этот цикл... Я специально циклы никогда не писал, Просто, видимо, Не исчерпалась тема, Так я через некоторое время Еще возвращаюсь. Циклы у меня зачастую Складываются годами. Да. Вот этот вот, в частности, Вот стихотворение, С которого все началось. Дело в том, что, опять же, Чуть ли не на том же комсомольце, Или где-то в другом месте, На объединении была Была читка стихов, И какой-то человек прочел стихи, Там, ну, самолет, там, видимо... Короче говоря, Самолет или бомбит, Или обстреливает. И четырехлетний ребенок Слово Мессершмитт просто не мог бы знать. Там вот... И я подумал, А как бы я мог вот написать? Получилось вот что. Я порой чуть глаза закрою, Донесется из дальнего детства. Что за станция? Чистое поле. Почему стою? Неизвестно. И в каком-то странном смятенье От малюсенького агарка По теплушке мечутся тени. А мне жарко. Мне очень жарко. Я, наверное, болен очень, И поэтому над собой Вижу беспокойные очи, Обведенные синевой. Помню тряску, как на ухабах, Возле печки блики огня. И чужая усталая баба Потихоньку крестит меня. Слышу шепот. Мой под Москвою. Мой не пишет. И вздох. Беда. Так несло нас грозной волною. Лихолетие бог весть куда. И врывался в сон воспаленный Паровоза нервный гудок. Вглубь России шли на восток. Горем полные эшелоны. Соседка наша, бабка Шура, Взяла меня однажды в храм. Вот остановлюсь. Вы заметили, что вот стихотворение, вот это вот шап, значит, по-еврейски стиши, оно ведь написано от лица русского мальчика. Да, да. Заметил, конечно. Потому что евреям не надо было бы объяснять, что такое Тора, что такое шап. А здесь вот наоборот. Еврейский мальчик в русской церкви. А ну, с посвящением это стихотворение? Мы вместе с этим человеком в техникуме учились. И он так очень хороший. Так вы его назовите? Лёва Ласкин. Он уже помер. Два года как помер. Вот. Но он добрый очень службу, так сказать, сыграл в моей жизни. Потому что после армии он меня пригласил к себе работать. А там оказался такой очаровательный и интересный коллектив, что вот с некоторыми людьми я до сих пор поддерживаю отношения. Соседка наша, бабка Шура, взяла меня однажды в храм. Мерцали свечи здесь и там, клубились тени по углам, мелькали тёмные фигуры. Лес в ноздри запах незнакомый. Кругом картина на стенах. Он в красных латах воин конный и бьётся чёрный змей в ногах стальную пику и пронзённый. А бабка Шура между тем в сторонке на колени встала и тихо что-то зашептала и стала кланяться совсем до пола, грузно и устала. Но тут запели впереди. Все к пению пошли поближе. Я очутился посреди толпы и ничего не вижу за спинами, как ни гляди. А хор старательно ведёт за братьев наших, убиенных, за наше воинство, сирот. Пара дыхания плывёт и ини блёстками на стенах. В трепещущем, неясном свете вдруг женщина сотрёт слезу. А я смотрю на лица эти и щиплет у меня в носу от жалости ко всем на свете. Вот. Ну, ещё я прочту здесь... Ну, давайте, вот ещё два стихотворения я прочту из этого цикла и на этом прервёмся и поговорим ещё немножко. Да, конечно, давайте. Медлительное её движение и полное тайное сества ещё не знает тётя Женя, что месяц, как она вдова, что муж в траву лицом уткнулся и струйка крови изо рта, а сын, что в лоне шевельнулся, уж тридцать дней, как сирота. Ещё разлада нет с судьбою, ещё, надеясь, ждёт письма, лишь в ноябре истошно воя сходить от горя ей с ума. За тысячу верст идёт сражение у мира на другом краю. Ещё не знает тётя Женя ни долю сына и свою и гордо платьем прикрывает хранимый бережно живот и знать, пока ещё не знает о том, что почта ей везёт. А вы говорите, людей в моей книге нет. Вот в этом цикле есть. А вот в других циклах очень много. Я об этом сейчас скажу. Значит, памяти моего отца Исаака Мисеевича. Памяти так мало надо, чтобы с прохвала утро давнего прохлада мягко обняла. Явь и сон перемешались, и перед окном папиной фигуры абрис в ливне световом. Песня «Мама за стеною» Счастью нет конца. Жаль отец к окну спиною Не видать лица. Вот сейчас он повернётся, Ближе подойдёт. Было лето, утро, солнце. Сорок первый год. Ни могила, ни портрета Не осталось мне. Только помню Ливень света. Силуэт в окне. Вот. Ну вот, поспорю с вами ещё раз насчёт того, что нет людей. Да-да. Вот у меня цикл «Старые фотографии». Здесь два стихотворения. Ну и третий вот ещё здесь в пачке. Ну давайте, чтобы не перегружать людей. То даже повеселее. Давайте я сейчас, может быть, быстренько найду. Просто оно… Нет, ну вы не будете перегрузить. А, ну ладно. Давайте поговорим. Я просто что хотел сказать. Я действительно настолько боялся собрать, что я вот говорил о том, что я точно знаю, а точно знаю только о себе. Вот. И я… Ведь эта книга… Ну, я с какого-то момента вообще никогда не тщеславен. И поэтому с какого-то момента… Ну, вот были две попытки, не получились. Ну и… Значит, Господу Богу она не нужна. Ну вот, как раз мои друзья, издававшие и «Альманах-предлог». И, собственно, при «Альманахе» это была вот небольшая… небольшое издательство было, вот, которое было задумано так, что вот если удастся издать какую-нибудь коммерчески успешную книгу, то кто-нибудь, кого-нибудь из своих печатать… Вот. И действительно там все уже из нашей какой-то там компании напечатались. Королёв, Гарри Борисович Гордон, тот вообще несколько книг напечатал. Ещё там были люди, Юля Покровская, там много было народа. Вот. И, собственно, эту книгу спровоцировал Гарри Борисович Гордон. И спасибо, конечно, и Гарри Борисовичу, и Александру Гарьевичу, и Татьяне Ивановне Акимовой, потому что без их и моральной, и спонсорской поддержки просто этой книги бы не было. Вот. Забыл, о чём я говорил. О чём я начал говорить. А, да, и вот. Значит, я писал стихи, не думая о книге. И мне казалось, что выход книги ничего не должен был бы изменить. Но вот после выхода книги я действительно стал несколько иначе писать. Что вы говорите? Да. Как это не странно. Ну, знаете, это почти у всех так получается. Ну, Бог его знает. А что же изменилось? Не знаю. Но вот людей, кстати сказать, прибавилось. Да. Вот. Ну, вот как раз давайте людей. Осень вязнет в мокрой глине, ремонт ботинком нужен. Что ж, идти мне к дяде Пине, тёте Дебиному мужу. Возле бывшей синагоги он с женой живёт в хибаре, инвалид войны без ноги, чинит обувь на базаре, с очередью шутит бойко, и под хохма с матерками лепит каблукам на бойке, а потом с фронтовиками. Тот прострелен, тот контужен, он сидит за пенной кружкой, жизнь его лениво кружит между рынком и пивнушкой, но пусть даже хлещет с неба каждый вечер непременно дядю Пиню, тётю Деба, шикером ругая гневно, тащит на себе к хибаре, часто по грязи во мраке, навсегда он на базаре, утром в стираной рубахе, старенькой, но честь по чести, выглаженной и зашитой, сколько мужиков без вести, сгинула или убита, мучили, как всех сурово, тётю Дебу беды века, но завидуют ей вдовы, ведь живой, хоть и калека, стопкой он уймёт похмелья с разрешения супруги и вощённой дратвой, клеем безотказно всей округи, лечит обувь в зной и стужу, потому всех в почёте, и была эпоха хуже, если б он погиб на фронте. Да, вы знаете, я даже сейчас жалею, что я вам сказал про то, что у вас мало людей, потому что мне очень нравятся эти стихи, где мало людей, где их нет, а вы их теперь не читаете. Нет, да пожалуйста, в чём дело? Я вас как бы сосредоточил на том, что может быть не самое характерное в вашем процессе. Ну бог его знает. Дело в том, что, как правило, это действительно живые люди, с которыми я встречался. Ну вот, и здесь, вот в книге, сейчас, вот эту вот, да, кстати, здесь слово по шикеру это пьяница на идише, хотя язык не знаю, совершенно ничего не знаю. Я настолько в сугубо русской среде вырос, что я абсолютно ничего не знаю. Отец очень рано погиб на фронте, жили мы вот в таком вот доме, что действительно я абсолютно ничего не знаю. И если бы русские мне не объяснили, что я еврей, я бы этого не знал. Вот еще одно стихотворение, тоже у нас была какая-то очень такая жалкая, глубоко старая еврейка в доме, вот на Баумаске, где я жил. Мы дети, дети ее почему-то звали промеж себя мадама. Вот. Видимо, что-то в ней было такое манерное. Нет, 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 совершенно. Варнышкес, это, ну, наидиши тоже, варенички, есть такая очаровательная народная песня. Существует пластинка, где-то я, когда я был последний раз в Питере, наверное, уже в 90-е годы или 80-е, я даже там купил пластинку, где записаны еврейские народные песни в исполнении, такой был оперный тенор, он в театре Станиславского пел в оперном, Зиновий Шульман. Не родственник Эдуарда Роновича? Думаю, что нет. Шульман достаточно широко распространен. Значит, Варнышкес, это варенички, название песни. Часто Варнышкес под нос бурчала возле примуса, когда стояла в коммунальной кухне поутру за стрипнёй своей нехитрой снеди у столов толклись кругом соседи, жизнь происходила на миру. По ночам сирены надрывались, малолеткам нам смешны казались хвостики седые жидких коз, вечный беломор в зубах, упорный кашель, клякса бородавки чёрной, волосы в ушах, нависший нос. Голос хриплый, выговор картавый, были нам нередкою забавой, мы проказили как дурачки и кривлялись за спиной старухи, мама же за это оплеухи щедро раздавали и тачки. Все с войны в то время писем ждали, и хотя жидовкой называли многие, знал про неё весь дом, год от сына с фронта нет известий, запропала дочь с семьёю вместе, на земле захваченной врагом. Похоронку получив не выло, но в нем отчаяние застыло и к кастрюльке с варевом склонясь, подкачать позабывала примус, папироса часто не дымилась и заметно голова тряслась. Умерла старуха эта вскоре, в те годы хватало людям горя, но средь бед, что налегли горой, странно, смерть её не затерялась, и поныне вспыхивает жалость только вспомню варночки с порой. Ну, давайте, позадавайте ещё вопросы, наверное, я просто долго читал Люлимсовский. Совсем недолго, мне очень приятно, интересно слушать ваши стихи. Ну, давайте, вот новое стихотворение, которое я совсем недавно, тоже живой человек, с которым я... Я вас сосредоточил на живых людях. Верхушка лета, сушь, ерится солнце, с утра коза у колышка толчётся, всё вытоптав на пятачке, хозяйка, видимо, в делах завязла, от пекла и тоски мозги, как масло, совсем расплавились в башке. А у хозяйки нету ни минутки, дом, огород, корова, куры, утки, в заботах как бы не пропасть, но всё спеть без суеты и шума, она в хозяйстве президент и дума, и всякая другая власть. Не накорми, вяжет кабанчик дико, на грядках тыква, кабачки, клубника, завянут быстро без воды, трудолюбивей нет крестьянки русской, не выдержит мужик такой нагрузки, такой пожизненной страды. А я на отпуск снял у бабы Светы светёлку, чтоб до окончания лета мне пить парное молоко, купаться в речке, в лес ходить со скуки, ведь в кабинете протирая брюки торчать на службе нелегко. Но, право же, я рад, коль доведётся помочь хозяйке, ворот у колодца готов ей покрутить всегда, поднесть мешок, в сельмак сгонять, коль нужно, мы жительствуем с бабой Светой дружно и даже выпиваем иногда, чтоб напряжение снять, как говорится. Тогда она порой разговорится, расскажет о своей судьбе, и как в тридцатых власти лютовали, и как в войну под немцем голодали, терпели их в своей избе. Сыны же в армии как отслужились, осели оба в городе, женились, внучки и внучки подросли, одна врачиха, инженеры двое, есть и артистка, дело неплохое, жаль, все отстали от земли, рассказывая, будто бы гордилась, но боль подспудная в словах таилась, и мне хотелось всей душой унять ее крестьянскую тревогу, но что я горожанин мог ей богу, здесь человек совсем чужой. Знаете, вот вопрос возник, вы когда читали стихотворение, это новое стихотворение, я его до этого не читал, то у меня возникла аналогия со школьной антологией Бродского, у него есть такой цикл стихов, школьная антология, где он создает портреты людей, с которыми возможно он был знаком в молодости, и вот это стихотворение по духу своему является таким же антологичным, я не знаю, насколько много у вас таких стихов, мне кажется, очень интересно было бы вам запечатлеть. Нет, это просто накатило, как-то я... Вы знаете, я могу сказать о методе работы, вот у меня иногда первая страфа вот это про козу, она очень долго лежала, не двигалась с места, я стараюсь понять, куда само стихотворение хочет пойти, я вот прислушиваюсь к этому, я заранее никогда не знаю, садясь писать, я не знаю, куда я выйду. И вот это вот отталкивание произошло, а у хозяйки дальше нету ни минутки, позабытая коза, вот это прелестная совершенно женщина, которой я действительно в отпуск там снимал коечку, вот, с очень действительно тяжелой и непростой судьбой, вот, но правда младший сын еще не был женат у нее, и это был Краснодарский край, и это были уже 80-е годы, и как раз младший сын собирался жениться, и я ей несколько пациентов послал, просто с постельным бельем или какими-то вещами, которых просто там не было. Прелестно, совершенно, Марья Сергеевна была. Многого не было. Да, скажите, вот, ну, может быть, это не совсем уместный вопрос, но, вот кто, вы упомянули Блока и Есенина, Блок мне важнее много, он не сравнен для меня. Ну, как такие юношеские или детские даже впечатления, впервые произведенные на вас поэтическим творчеством. Вот сейчас вы можете кого-то назвать, кто на вас сейчас производит вот такое впечатление, вы же, наверное, читаете. Я читаю довольно-таки немного, и современный текущий я почти не знаю. Это не обязательно современный, это же вот, но есть какие-то вещи, которые я очень люблю, просто, ну, например, вийонов в переводах Эрнбурга. То есть это совершенно для меня очень важные, конечно, вещи. А что вам важно вот в этих стихах? Не знаю, какая-то лирическая такая вот. И вот это вот, знаете, там ведь очень современная вещь есть, где вот от жажды, умирая над ручьем такая строка сегодняшнего времени. Да. Но она и всегда справедлива. Она всегда справедлива, но так не писали. И непонятно, как Вильон вот такой вот, ну, может быть, конечно, он имел другое в виду, просто тогда это вот обороченная вот эта вот игривость, может быть, имелось в виду даже, его подтолкнул на такую строку. А сейчас это очень сегодняшний, вот, очень важная такая вещь. Или разговор Вильона с душой, твоя душа тебя предупредил. А что тебя спасет, ответь, могила. Когда умру, может, примирюсь, поторопись, ты зря ко мне спешила. Я подожду, а я? Я обойдусь. Это же... И, конечно, это шикарное четверостишее перед повешением, знаете, я фруссуа, чему не рад, увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея. Прекрасно совершенно. Да. Ну, да. Ну, это, скорее такое, скорее некий реверанс публичности в данном случае. И вообще для романского мышления поэтического характерный и не совсем свойственный для русской литературы у нас такое еще поискать. Это да. Это да. Кстати, для меня всю жизнь, вот и по сей день, например, не о поэзии, я о просьбе, в данном случае говорю, вот эти вот французские скептики, Рабле, Вольтер, Дидро, Анатоль Франц, очень нравится. С удовольствием, когда попадает нечто подобное, читаю. Да, хотя вот у нас какая-то избирательность есть в презентации европейской и в особенности французской и немецкой культуры. вот вы сейчас назвали нескольких авторов такого раблезианского толка. скептики, скептики. Но если чуть-чуть отклониться от этой эстезии, то, скажем, вот приводят уже только университетский курс специализированный. Вы знаете, это опять мой комплекс недоучек. Я уже, опять же, очень много лет сосредотачился на серии литературной памятники, потому что, как они сами себя представляют, что сам факт, что в этой серии печатается вещь, уже говорит о том, что она в лет памятнике, что она имеет определенную историческую хотя бы ценность, не говоря уж о ходу, потому что для своего времени что делать Чернышевского, там было ах-ах-ах, но ведь это же ничего общего с литературой на самом деле не имеет. Вы знаете, имеет нечто общее, потому что Чернышевский учился вместе с Данилом Лукичевым Мордовцевым, а Мордовцев, у него есть много просто фантастических, великолепных исторических романов, и может быть Великий Раскол, это вообще гениальный роман. Нет, случайно кто же попал в Григорьеве. Но у него еще были такие социальные утопии, тоже он их создавал одну за другой, его опубликовал много Салтыков-Щедрин, а после очередной утопии Салтыков-Щедрин заявил, перестав публиковать Мордовцева, что талант Мордовцева ослабел, а он создавал социальную утопию, потому что нигде не может существовать, он пытался спрогнозировать Мордовцев, будущий социализм в России, который он предвидел, а Мордовцев умер в 905-м году, потому что нигде написал Салтыков-Щедрин, не может существовать такого общества, где все будут говорить о том, что нужно работать, и никто не будет романить. Прекрасно! Прекрасный роман Лескова про Камона, помните? Да, да, да. Так вот, дело в том, что Чернышевский, он сотрудничает с современниками, он, конечно, несравненно был более грамотный, чем Некрасов, например, Тургенев. Да, конечно. Просто как эрудит, знающий много языков. У них переписка с Мордовцевым была только на 14 языках, но Чернышевский не обладал вдохновенностью... Литературным талантом. И он подражал Мордовцеву, своему... Они вместе в гимназии учились, они были друзья с детства. И вот это вот что делать, это есть... Ужасно! Это есть роман, написанный по образцу социальных утопий Мордовцева, но только просто не очень... Неталантливый. Но ведь Чернышевского при его жизни, это потом, в советское время, цензоры вычеркивали все его там религиозные убеждения, он был религиозным. И я сам смотрел эти документы архивные, где просто вычеркивались, даже не вырезаясь, неправильные слова Чернышевского. Но Чернышевский для современников не был великим писателем. А вот Мордовцев был великим писателем, а вот Чернышевский не был, но его обогатворяли как личность. Ну вот да, да, но именно поэтому он оказался в лет памятниках. Он так вот повлиял на свое время, в свое время он вот так вот. он безусловно повлиял на свое время, но не как писатель. Ну не важно, важно, что вот. А так, в общем, эта серия совершенно замечательная. Ее создала Академия Конрад после войны. Это продолжение, собственно, расстрелянной Академии. Было Академия Конрад заново совершенно создал. В 46-м году начал он записок о Гальческой войне и потом там в разные годы разное количество книг выходил. Думаю, что сейчас уже эта серия, если отсчитывать от 46-го года, книг 500, если не больше. Наверное, да. Вот. Потом еще отпочковалась восточная редакция и, кроме того, еще от Ленинградской и Новосибирской отделения были. Да, все-таки очень большое дело, так же, как вот было ведь еще несколько серий и жизнь замечательных людей. Нет, это осталось, это и сейчас есть. но она как-то... И она была плоха, потому что она издавалась в молодой гвардии. все было плохое, далеко, были очень интересные части. Куда нельзя было привязать евреев, наверное, это все можно было, но если можно было привязать евреев, их так топтали в этой серии. Я просто ради интереса купил о Миронове. Был такой, ну, была первая конная, которая командовала Буденной. Не случайно, ну, первый номер. если бы была она одна единственная, то просто не говорили бы, что это первая. Была еще вторая конная, которая командовала Миронов, Донской, я не знаю, Донской или Кубанский, казак, которого, в конце концов, расстреляли. Рассказачили и расстреляли. Вот. Так вот, о нем, книга, изданная уже в 90-е годы в молодой гвардии, Боже, как там топчут евреев, как там валют на них все беды. вот, то есть, сейчас я подозреваю, что что-то изменилось просто, но я уже в последнее время не читал ничего из этой серии. А вот в науке были прекрасные серии, некоторые даже жалко, что кончились, ну, Литна Слецу, например, хорошие серии. почему вот в жизни замечательных людей Вернадский, например, Гумилевского, но это уже в последнее время. это наоборот, это было тогда, да, Ну, знаешь, мне тогда не попадало просто. Это еще было до того, как все это. Вот когда я конфорция читал, к которому ну никак евреев не приплетел, чтобы было все прекрасно. Понятно. Ну, вот, наше время приходит к концу сегодняшней беседы, и я бы хотел, чтобы вы все-таки не про людей, а просто почитали лирические стихи, и мы сегодня новые, старые. Какие хотите? И мы на сегодня закончим. Давайте. Давайте. Вот наугад просто. Да, конечно. Цикл из трех стихотворений, которое называется «Передышка». А когда с кондрой не стало сладу, подвернулась редкая удача, за приют и небольшую плату с осени стеречь пустые дачи, до села ближайшего семь верст. Раз в три дня за хлебом и крупою я хожу, мой распорядок прост, сон, еда, раздумья над судьбою и над сутью радости и бед, сколько лет растрачено беспечно. За окном белесый зябкий свет и туман чуть не полдня над речкой. Светлеет мель песчаной стрелкой, блестит кольчуга ряби мелкой на холодеющей реке. Пустыня в октябре фарватер, лишь баржу запоздалый катер влечет, как пса на поводке сквозь редкого тумана пряди и стелется по водной глади мотора стук. Легко, без мук летит листва просторно, зябко, сырое облако, как тряпка, протерло солнце тусклый круг и осветилось шире залива, причал застывший сиротливо до будущей весны. Вдали автобус возле остановки и вдрызг разъезженной грунтовки ухабистые колеи. Поля скучающие праздно в разводах грязи непролазной, кюветы полные водой, покинутый поселок дачный, пейзаж безлюдный и невзрачный, но столь мучительно родной. Темень в небе, но светла вода, странный фокус вечера прозрачного, тянутся край центру провода мимо сирого поселка дачного, подморозило и захрустел колкий воздух. Больше дождь не топчется во дворе среди нехитрых дел дух целю, лекарством одиночества. За береги шире, что ни день, поутру растопишь печку сызного, сваришь снедь, и можно тешить лень, можно рано на душе зализывать. Ни газет, ни телевизора, политических событий месива, выглядит как полная мура средь простора и покоя местного. Пьяница знакомой забредет за стаканом, вынесу огурчика, побеседую и день пройдет, так живу и не желаю лучшего, ни других, а лишь себя сужу, род людской, как есть, приемля внутренне и в ближайший пригород хожу в храм по ине святой заутренне. За заботами, делами позабылось вспомянуть, друг был, Тихомеров Саня, да ушел в последний путь, никого в квартире нету, хлопотливый день замолк, рюмку водки у портрета ставлю, Саня знал в ней толк, шли года и боль остыла, уложилась в голове в переделке не могила, дочка Дашенька в Москве, ну а Саня сам за гранью, разделивший свет и мрак. Он простил бы опоздание, он бы понял, что и как, ведь и за печальной далью полун он земных забот, как с работой у Наталии, как там Дашенька растет, жизнь ее полна событий, маму чай переросла, а отцов любимец Митя, как там у него дела, что у Славы и Алеши много ли Гарик написал, ведь о том, что Слава тоже умер, Саня не узнал, для него мы вечно в сборе, не стареем, живы все, словно в Однокосогоре сосны около шоссе. Холодеют октябрьские озера, за береги хрусткие белеют, в легкой рябе поблескивают льдинки, ловят их ненасытные чайки, принимая за мелкую рыбешку, и кричат сварливо, скрипучи. Отбуянил майский раш цветения, откипела пышность июля, сентября осенние страсти отпылали, пришла зоркая мудрость, когда сквозь незамутненное пространство и прохладый просветленный воздух чуть ли не за пять километров, в родианах гроздьях одинокой рябины ягоды любую различаешь. И тогда в каждом жести слове и своем и встречных поперечных, вопреки всем извивам и петлям, неожиданностям, внешне случайным, ясно видишь смысл и подоплеку. В наших судьбах все справедливо, в соответствии с логикой событий, как и должно, под хозяйским глазом Бога. В малолетстве восторге постижения, в отрочестве страсти мордасти, дальше упоение зрелой силой, вера в опыт и дерзкое умение, а затем дуновение утомления, легкое, но знопкое дыхание, а за ним настырная старость, понимание тщетности усилий, позднее раскаяние в обидах, нанесенных людям вольно и невольно. Мир под старость просторен и светел, будто облетевшая роща, как толченое стекло на травах иней, грудь покалывает холодный воздух, каждый вдох дорог словно последний, и пронзительно щемит все время сердце, хворью старческой Русью или прощанием. На этом прекрасном стихотворении мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Сегодня у нас гостем был Владимир Исакович Бикетов и ведущий в студии Юрий Проскуряков. До свидания, уважаемые телезрители, до новых встреч в эфире. Продолжение следует...